Наша музыка. Наша. Живые. Живой звук. Живое общение. Вечер добрый, слушаете вы наше радио. И как обычно, с понедельника по пятницу, пять раз в неделю, с девяти до одиннадцати вечера, в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо, мило беседуем. Никаких сценариев, никаких заранее заготовленных вопросов, но все как на кухне, когда люди, встретившись, вдруг решили посидеть, потрещать о том, о сём. Вдруг всплывают какие-то интересные темы. Эти темы мы, собственно, цепляем, развиваем. Кроме всего прочего, музыканты, естественно, играют и знакомят вас со своим творчеством. Сегодня здесь коллектив, который назвать малоизвестным я не решусь. Коллектив достойный, коллектив уже достаточно давно звучащий со своими песнями в эфире нашего радио. Но познакомлю вас я с ними, если вдруг так станется, что вы не знаете, кто это. Сразу после первой их сыгранной в эфире композиции. Это обычно у нас идёт как музыкальная заявка, чтобы те, кто нас слушает сегодня, понимал, о чём, собственно, будет идти речь. Итак, живой звук в программе «Живые». Поехали! Привет вам всем, это я. Поехали! Поехали! Изation Беги! 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 Лёша Беги! Беги! Все время кто-то звонит и пишет мне смс. В контакте профиль открыт И в инстаграме он есть Наверно, жизнь удалась И кум-сенатор теперь Но вот случилось опять Со мной какая-то херь Беги, Лёша, беги, Лёша, беги Беги, Лёша, беги Простая вроде мораль Не надо парить мозги Всё, что хотел я сказать Вам скажут хоку мои Про муху смел в прошлый раз И думал, это конец Был актуальный рассказ Кто понял, тот молодец Беги, Лёша, беги Беги, Лёша, беги Беги, Лёша, беги Беги, Лёша, беги Ну я тебе скажу неожиданно, Лёша Вот реально неожиданно Сегодня здесь группа casual Особого знакомства, я думаю, не нужно Много песен крутится в эфире и в ротации И эта песня, само собой, тоже звучит в ротации нашего радио Только что в другой, в электрической версии Привет тебе Всем привет Алексей Яшин Всем привет Это, собственно, фронтмен, стихотворец, музыко Творец? Да Вот видишь как Всякий раз я боюсь немножко обелить музыкантов Которые тоже к музыке имеют прямое отношение Александр Самойлов, гитара Ну что, кивать-то Ну хоть раз за эфир Гитары мой завтра Саш, дорогой, подойди, пожалуйста, к микрофону Вот хотя бы разочек за эфир Скажи себе, здравствуйте всем Ты же знаешь, ты же умеешь Да что ты бросаешь гитару Прям с гитарой иди, время теряем Сейчас наушники снял Гитару положил Подошел, надел наушники Вот И сказал всем здрасте Да Я Александр Самойлов Вы меня уже представили Мне очень приятно Александр Самойлов Да Человек, который с гитарой Творит такие чудеса Которые многие мужчины и женщины Творить не могут за все годы своей жизни В общем, кудесник гитары И дети удивляются Заслуженный артист России Человек потрясающей судьбы и музыкальности Да Идем дальше Сафонов Николай Ударник этого Саш, ну Фу, не коль, господи, что И я уже всех Иди сюда к микрофону разорваю Коль, коль, мы поняли, поняли Иди, иди, скажи что-нибудь Сегодня он не за барабанами Сегодня он за перкуссией Сегодня он на кахоне стучит И на всяких разных смешных барабанах Потому что Ребят, всем привет Всем привет нашему радиофенам Группы Кожил Также моим личным фенам От группы Линия Дождя Всем привет большой Сказал все, что должен был Да, да, да Причем сразу Коротко, но ясно Олег Масаев Это бас-гитара Подойди тоже, пожалуйста Ну что, вас уговаривают Маме привет А не надо уговаривать Вот, молодца Жене и сыну привет Селу привет Форевер Молодцы И сегодня здесь еще неожиданно Для меня две очаровательные дамы Которые являются бэк-вокалистками В этой версии, я так понимаю, альбом Альбом-то ведь полностью такой получился Акустический Да, весь альбом акустический Но не совсем они бэк-вокалистки Сейчас, подождите Сейчас ты все расскажешь Я пока не понимаю Я пока не ориентируюсь Алена Гуськова Говори, говори Микрофон Друзья Меня никто так не знает На самом деле Меня знают все, как Алена Рокси Всем привет И я сегодня для себя Сегодня впервые Попала на наше радио В интересную такую обстановку Живого лайфа И передаю всем привет Все, кто слушает нас Слушайте дальше Будет очень интересно Ну если все знают, как Рокси Мы теперь тоже будем знать, как Рокси Можно к микрофону Вон он Вон он Если я вдруг где-то неправильно назову Простит меня Светлана Цуканова, я надеюсь Конечно, прощу Все правильно Всем привет Окей, не Попси, не Рокси Просто Нет, все правильно Ну у меня, как написано Все по классике Так я и зачитал Окей, вот теперь все Теперь все участники коллектива здесь уже представлены Алексей Да Мы с тобой сейчас, конечно, поговорим Со всеми вместе поговорим Конечно Только нам надо ненадолго прерваться Знаешь зачем? Зачем? Ну потому что радиостанция кушать хочет? Да, конечно Рекламу надо как-то, да? Вот давай Давайте дальше двинемся Напомню, сегодня здесь кэжуал Не просто так, а со своим акустическим альбомом Скажи, пожалуйста Чего тебя так угораздило-то? Вдруг в акустику? Ну понятно, что это красиво Сейчас начинают говорить, что это красиво Мне просто интересно, зачем Когда ты такой драйвовый И все есть коллектив драйвовый Музыка драйвовая Вдруг в акустику? Видимо, период жизни такой настал Что... Леха состарился Ну не совсем, конечно, застарился Но захотелось мне пофилософствовать И захотелось мне действительно Может быть Приоткрыть Ту часть своей души Которая была закрыта, так скажем Ты смотри, как ты говорил А это у тебя сейчас третий глаз растет? Растет Давно-давно уже растет Потому что философствует Друзья мои, 5283 Это короткий номер для ваших смс-ок Но очень хорошо в тему Как раз, когда человек философствует Уходит в себя 5283 Это короткий номер для ваших смс-сообщений Все ваши вопросы, впечатления, эмоции Пожалуйста, на смс-портал Кроме всего прочего Не забывайте, пожалуйста, об официальной группе Вконтакте Группа нашего радио Моя официальная группа Семена Чайки Можете там под анонсом Анонс фотографии Красивый такой Уже писать все свои соображения И вопросы задавать Кстати, в теле В тексте анонса Группа Кэжуал Выделена синеньким Это значит активная ссылка Кликаете и сразу оказываетесь В сообществе Вконтакте Кроме всего прочего Нас можно видеть Здесь стоит камера 360 градусов Поставленная нам Порталом планеты Не там она Вот она И не там она Рокси, милая Вот она Она все время оглядывается Ну, короче Как бы это показать Вот она Вот такая вот Пупусечка Вы сидите у себя дома В своем компьютере Вертите, крутите мышки И смотрите, да Все, что в студии происходит Офигеть По кругу Наезжаете, отъезжаете В общем, сидя у нас на столе Присутствуете здесь Прямо в студии в эфире На сайте нашего Красные палочки сверху Есть реализованная видеокамера Кликнули И будьте здоровы Вы здесь Ну и по ходу эфира Мы с Юлей Юля это продюсер программы Выкидываем периодически Ссылку Прямую ссылку на камеру В обсуждении Так что делаем все возможное Чтобы коллектив Был вами Узнаваем Полюблен Во всех смыслах В хорошем плане Ну и понятное дело Что вы могли как-то с ним Контактировать И общаться Теперь вернемся, пожалуйста К нашему с тобой разговору Да Я, конечно, понимаю Что Годы идут Река жизни Да Чет Да Смывая весь мусор Грязь Оставляя наши души чистыми Я сейчас как ты Начну философствовать Ну, драйв Драйв-то остался Драйв остался Нет, я понимаю Драйв остался Как называется этот новый альбом? Новый альбом называется 242 грамма Так, секунду И сейчас вспомню Сколько весит душа Но точно не 242 Душа весит 15 От 9 до 15 грамм А что весит 200 А, подожди секундочку Это Ты взвешивал точно 242? Ну, я у себя-то взвесить не могу Вот, поэтому Это взвешивают специальные люди В специально отведенных местах Вот, и я думаю, что Следующая песня, которую мы споем Она заглавная песня с этого альбома Она называется 242 грамма Я думаю, что радиослушатели поймут А если не поймут, то я объясню Хорошо Будем надеяться, что поймут Чтобы объяснение не занимало слишком много времени Живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Кэжуал Поехали 242 грамма На целую жизнь Что гоняли по венам Сомнения и веру Сцепались на части Любили и жгли Мемуары, стихи До времени меру рассыпались Осколками слез и обид Оставляя на память Тату и надежду Что, может быть, все же не зря Это жизнь И, может быть, все же не зря Эти песни В каждом дому По кому Звонит колокол Каждую ночь Наши боги Остались стоять Наши боги Остались Но нам не помочь Золотыми цепями Судьбы В каждом дому По кому Звонит колокол Каждую ночь Наши боги Остались стоять Наши боги Остались Но нам не помочь Золотыми цепями Судьбы Заковала нас Тоже зима А потом развела Все мосты Что вели нас туда Что вели нас туда 242 грамма На целую жизнь Что гоняли по венам Сомненья и вера Ты можешь Счесть меня Дауном Но я не понял Давай расшифровывать Что такое 242 грамма Сижу сейчас И пытаюсь Высчитать Что же Знаешь как в том анекдоте Когда Когда девушек В биологическом институте Ну когда поступают Спрашивают Что у мужчин Увеличивается ровно В три раза Девушки краснеют Говорят нет Когда вы краснеете Вы должны помнить Что там не больше чем в два А более чем в три К за очки Так вот 242 это что Это первая строчка Которую я пел Это 242 грамма На целую жизнь Что гоняли по венам Сомнений и веру Гоняли по венам Что у нас Гоняют по венам Ну кровь Кровь Что именно Именно кровь гоняет Сердце 242 грамма В среднем 242 взрослого человека Без крови Я сейчас пойду Ну в среднем Это просто риф Я пойду смотреть В интернете Я смотрел Вес сердца Я реально Леха Я сейчас реально Буду проверять Вес сердца В среднем Сейчас я буду проверять От 200 до 500 Если ты прав Прав Если ты прав 500 это очень большого Толстого человека Вес сердца мужчины Равен в среднем 300 грамм Ну В среднем А такого как Я 242 А то есть ты по мелкому мужчине пошел Я дрищ Очень хорошо Я люблю Самокритичных людей Ну хорошо Все договорились Значит 242 грамма Это у тебя весит сердце Чудно Да Чудно очень красиво Кстати песню Это я не знаю Ну потому что У нас этот альбом состоит Из тех песен Которые Которые мне дороги И это некий Там Допустим Мой взгляд На эти песни И новых песен Совсем Это самые новые песни То есть сегодня Передело Ну как бы скажем Переигранные в акустике Известные песни Да Плюс к тому Песни совершенно еще неизвестные Да Раз уж презентация альбома То презентация по полной программе Я так понимаю Спасибо тебе большое Ребят Спасибо Вы звучите На мой взгляд Совершенно уникально Я привык к тому Как вы звучите Уже давным-давно И все ваши Скажем так Успехи И победы На музыкальном поприще Для меня абсолютно Нормальное дело Тут вдруг я смотрю И удивляюсь Сафонов сидит И бабахает По какому-то там По кахону Паячку Паячку да Кахон С таким увлечением Палетка Табуретка С таким увлечением Я привык видеть его там За барабанами За стеклом С палками Нет Аккуратненько И тихонько В общем кухонная такая атмосфера Мне это нравится Значит давайте так 5283 Я посмотрю сейчас кое-что Может быть уже что-нибудь написали 5283 Это короткий номер Для ваших смс Вопросы прежде всего Конечно я выискиваю Но и эмоции И впечатлениями Можете ими делиться Иван Петров Вот что пишет Это у меня в официальной группе Буквально на днях Люба Леша озвучил А пардон Ответил на один мой комментарий Цитирую Я очень волнуюсь Потому что я отошел От привычного стиля Нашего Это правда наверное Очень интимный Прям очень мой Альбом Да Человек отвечал Поэтому вопрос Альбом очень интимный Как это ты сказал Как ты решился на то Чтобы явить нам этот альбом Есть ли у тебя такие песни Которые ты стесняешься Показывать слушателям Из-за их откровенности Может быть Спасибо за творчество Вот я думаю Что те песни Которые звучат в этом альбоме Они предельно откровенны Но ты не стесняешься Нет я не стесняюсь Ты бесстыдный Джесси Мне уже пятый десяток Чего стесняться Ой ладно Сейчас вот давай Размахивать флагом своим Пятый десяток В этой студии мужчины Сидящие за инструментами Сейчас как-то слегка так Сглотнули В зависти Нам это посчитали недавно Нам на всех 193 года Ну в общем Я так понимаю Что на вопрос ты уже ответил Да Глубже копаться не будем В чем интимность Это Я сказал Что это Я Хочу сказать Про себя Что я Хочу открываться людям И без этого не могу жить Вот Несмотря на то Что открываюсь Потом Можно схавать Очень много неприятного Я все равно Хочу открываться Потому что В этом я И я буду открываться И вот об этом Этот альбом Дайте бог здоровья Спасибо То что ты открываешь Кстати хочу напомнить А тем кто не знает сообщить Группа Кэжуал Алексей Яшин Со своими музыкантами Лауреат премии Чертовой дюжины За лучший альбом Года прошлого Между прочим Это достижение Очень серьезное Для группы Которая Ну как говорят Не является форматообразующим Ох это форматообразование Прости господи Но тем не менее Песни которые Сейчас например В дюжине крутятся Песни очень неплохо Очень неплохо И народ за нее голосует Очень активно И кстати хвалят Это здорово Это говорит о том Что нам удалось Таки сломать стену непонимания Которая надо заметить Была Когда группа Кэжуал Впервые Года два назад Наверное появилась В эфире нашего радио Значит Как говорят Нет Сейчас секундочку Как же это Пословица то советская Что-то там все перетрут Усердие и труд Труд все перетрут Терпение 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 Я слово то забыл Я настолько не привык Терпение Значит терпение и труд Все перетрут Я могу сказать Что пока я сюда ехал Мне девушка моя Вконтакте Ну Которая поклонница Моего творчества И мы просто дружим Она написала стихи По поводу песни Достанешь Вот Я говорю Запятые надо правильно Расставлять Вот написала Очень хорошее стихотворение И вот мы все прочитали Его То есть твоя девушка Говоря прямо Нет не моя Это девушка Это просто Моя подруга Вконтакте Короче Говори прямо Ты с ней не спишь Все Теперь все Все поняли Я вообще ни с кем не сплю Нет Чтобы ты Это правда Ни у кого не было сейчас в глазах Каких-то там смутных искорок Это подруга Да Это поклонница Да Зовут ее Лариса Вот Она очень красивые стихи Написала Спасибо большое Ну так представь уже Я Чуть попозже Можно? Будет Нормально Сначала позвал Говорит заходи сюда Хорошо Я сейчас булочку угощу Потом я тебе попозже ее дам Просто Несмотря на то Что я пишу стихи И в большом количестве Я с выражением К сожалению их читать не умею Вот Но здесь в студии присутствует Кое-кто Это Светлана Цуканова Это известная поэтесса Вот Которую я думаю Что прочит с выражением Это стихотворение Когда Придет время Ах ты Да Он интригант Интригант Я есть Есть такой Интриговал со всех сторон Ладно То есть я так понимаю Что она будет читать стихотворение Как раз Вплетенное уже В структуру песни Нет Она Это Нет В структуру песни Она будет свое читать Нет Я просто хочу Я совсем запутался Я совсем в вас уже запутался Ладно Давай петь Да Давай петь уже Что это будет Это будет песня Которая называется Может быть И которая носит Старое название Дудка И все это Опять же Еще раз повторюсь Новый альбом Который называется 242 грамм Акустический альбом Группе Кэшел Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Роксис Даже так? Еще во множественном числе? Хорошо, Роксис Но это намек тогда я понимаю на что? На... Каждый псевдоним, каждый ник Он имеет, надеюсь, несет под собой Какой-то смысл В кэжуал вообще бессмысленная группа Потому что нет смысла в этом названии Но в Роксис-то должно быть Какой-то смысл должен быть Что это значит? Вот как мы с тобой говорили чуть ранее Мне интересно самой понять, что это такое На самом деле, я думаю, может быть, подсознательно Меня ведет все-таки к Року потому что чуть ранее я занималась несколько другой музыкой, и сейчас продолжаю заниматься, но открыла для себя совсем недавно рок-направление. И действительно, здесь очень много... У меня у самой очень много текстов и музыки, которая не подходит под формат каких-то других радиостанций. И она больше подходит под формат чего-то такого, что идет из сердца. Вот как Леша сказал ранее, ему очень хотелось бы поделиться. Я действительно тоже не могу жить без того, чтобы не сказать свои мысли в какой-то песне. Поэтому я думаю, что в следующем... Я не про мысли говорю, на самом деле. Я тоже не об этом спрашиваю, но я буду слушать, мне интересно. В следующем исполнении вы услышите какое-то мое анутро, которое мы с Лешей разделили пополам. И эта песня для меня волшебная. Это не то, о чем ты подумала. Я немножко забегаю вперед. Я не пытался думать, я хотел спросить. Эта песня, получается, будет не твоя, а ее. Ага, да, это песня Аленина. Это как в случае с, знаете, Градиевной. Да, абсолютно, абсолютно, да. Найдена, а вы вместе ее спим. Да, вы вместе спим. Вот это интересно. У нас немного эфирного времени, но тем не менее, я не могу не сказать такую историю, то что эта песня для меня была вообще одна из самых волшебных. И я в свой сложный период написала ее просто на фортепиано и мечтала о том, что именно эта песня будет звучать в оркестре, в музыкантах, в живых людях, которые будут чувствовать и играть ее на инструментах. И чуть позже именно так изрослось, когда я показала Леше свои песни, он выделил из всех песен только ее, можно сказать так. Вот с чего мы стали и решили сделать дуэт. Вот и молодцы, вот и правильно. Надо будет, потом, конечно, мы услышим этот дуэт, как-то будем сравнивать все. Тут вот опять Леня Енот у нас появился. А кто это? А кто это? Это девушка? Ага. Девушка Леня? Боже мой. Что? Девушка Леня Енот. Ну, тут она тогда, да, написала, что очень похоже на Сплин и так далее, на Васильева. Я предложил сделать следующее. То, что мы проделывали... Саша, привет, большой. Саша, привет, большой. Да, то, что мы давным-давно проделывали. Леня, вы просто не первый человек, который об этом пытается сказать. Вы поставьте две песни рядом. Песню Лешкину, я имею в виду, Яшина, и песню Сашкину, ну, в смысле, Васильева. Вот рядом их поставьте, одну за одну. И вы обнаружите тембры совершенно разные, даже манеры пения разные. Абсолютно. Вот ничего общего, если это стоит... Не Леня, а Леня. А Леня. И Леня. Леня. Леня, привет. Простите, Леня. Ну, а Енот хотя бы или Енот? Ну, так, чтобы я уже, не дай бог, дальше-то не ошибался. Леня, это тогда уже важно. Йонат, может быть? Нет, там нет, тот человек, понимаешь, не Леня, а Леня. А может быть, Леня, Енот? Чтобы я просто уже в следующий раз, не дай бог, как получилось с Роксицей, что-то страшно. Потом не сплю ночами. Так вот, когда ставится это все рядом и слушается одно за одним, ничего общего вообще нет. Вот не верите? Сделайте это. Вконтакте вы можете найти любую песню группы Кэжуал и, само собой, любую песню группы Сплин. Справните. Ну, я просто так, не просто так говорю. Сравните, вы поймете. Знаешь что? Ты чай-то пьешь? Да. Пей, пей. Ну, может, на кухне, ты же понимаешь, что это нужно. Что у тебя на лбу? Я смотрю на тебя полпрограммы, понять не могу. Что это за блямпочка-то? Что у тебя случилось? Не-не-не-не, Олег, Олег, ну, пускай, пускай. Олег, иди тогда к микрофону, пожалуйста. Что он носит на лбу? Николай Федорович сегодня дротиком ему попал. Да. Что, реально, что ли? Да-да-да. Попал дротиком. Можно я добавить, ребят? На самом деле, Лешенька поймал звездочку у нас в коллективе, как бы это приветствуется. А я мне сделаю темно. Ну, я решила сегодня залепить, чтобы так она не светила. Ай, браво. Ну, прямо в центр. Прямо в третий класс, ей-богу. Но те, кто смотрит трансляцию, поймут, о чем речь. Те, кто не смотрит, вы много теряете, потому что это зрелище. Яшин с такой штукой на лбу. Ну ладно. Не-не-не, но это же пройдет. Может быть. Нет, я уверен, что пройдет. Хороший анекдот. Но он еще раз дротиком кинет, если пройдет. Хороший анекдот есть по этому поводу, когда пьяный в дупель совершенно мужик, пьяный в хламом, в полном троллейбусе стоит, держится как-то за поручень и нависает над девушкой, которой неприятно, что он пьяный. И она вдруг уже не выдерживает, смотрит на него и говорит, молодой человек, вы омерзительны, вы отвратительны. Нельзя так себя не любить. На вас смотрят дети. Вы пьяны до умопомрачения. Ну что, завтра я буду трезвый, а ноги у тебя ровнее не станут. Это очень старый, да. Но смешной. Но смешной и актуальный, самое главное. Это в тему, потому что он сказал, вот, а вдруг не пройдет. А мне кажется, что пройдет. Да пройдет, конечно. Пройдет. Все пройдет. Семен, извини, пожалуйста, в пик у тебя могу сказать, что мы, группа casual, любим любых девушек, вне зависимости от каких у них ноги. И на каких они машинах. На Тойотах, Ариц или на Мерседесах. Ответьте. Да, Коль. Я даже, Кольенька, я даже не знаю, что тебе на это ответить, дорогой мой. Кроме оваций и аплодисментов. Это достойно. А кто тут хвалит звук, надо заметить, что наш Миша Коренков сегодня за звукорежиссерским пультом. Есть смысл ему сказать. Миш, на самом деле. Да. Чего? Очень круто. Ну, мы стараемся, у нас со звуком, как всегда, хорошо, мы стараемся, вкладываемся в это активно. Давай петь. Да. Чего это? А, я сейчас тебе скажу. Подари секундочку. Да, да, да. Подари секундочку. Я сейчас скажу, что ты будешь петь. Зима. Это как раз песня вот о том времени, который вот сейчас был, и было оно непростое для меня. И мы решили, вот я решил написать такую песню, написал ее, и мы ее сделали, и я считаю, что она достойна внимания радиослушателей и нас с вами. Живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Кэжуал» представляет свой акустический альбом «242 грамма». Вот и зима, опять так трудно здесь остаться, поверить чудеса и волшебство. Смеяться, не разбежавшись, прыгнуть вниз и зачеркнуть то, что не начал, на том конце моей души гуски. Я не заплачу, я кровью на снегу останусь. Собледеневшей коркой на губах Всему свое так мне казалось В финальных фитрах снова только страх Не рассуждать о том, что с нами будет дальше, К чему вопрос, ответ уже готов. Что времени стрела вонзится позже, Раньше На том конце моей души я больше Не увижу, я кровью на снегу останусь. Собледеневшей коркой на губах Собледеневшей коркой на губах Всему свое так мне казалось Собледеневшей коркой на губах В финальных фитрах снова только страх Собледеневшей коркой на губах Всему свое так мне казалось Всему свое так мне казалось Собледеневшей коркой на губах Только Практически из ранних Сколько альбомов тоже? Ну, три Вот это третий Третий Ну да, правильно, два были, это третий альбом А теперь понимаю, что ты вдруг Вот так вот Вдруг неожиданно раскрываешься Какими-то новыми гранями Для меня С одной стороны вроде бы все понятно Ну да А с другой стороны у меня возникает вдруг вопрос Что вдруг произошло? Ты же убежал в свое время Да, сейчас не будем поднимать историю твоей жизни Там, всех тех неприятностей, которые были Беги, Леха Ты убежал от всего А почему сейчас ты, мне кажется, затаскиваешь себя обратно? Ты же знаешь, что психосоматика такая штука страшная? Да Чего вдруг-то? Я написал песню, я написал песню, чтобы разрядиться Чтобы вот эта вот энергетика, которую Ты правильно заметил, кстати, очень верно Которая во мне копилась А я ее выплеснул в этой песне И мне стало легче А, то есть это как некая молитва Да, некая молитва Именно вот Семен, спасибо тебе большое, что ты правильно определил То, что я хотел донести Ну, слава богу, видишь, как я неожиданно для себя даже Ты просто очень хорошо меня знаешь Да, и давно И мы этого не скрываем нисколько А тем, кто не очень в курсе Леша в свое время преодолел болезнь, от которой люди мрут Причем тысячами Он из этого всего выполз Оттуда и песня «Беги, Леха» И оттуда, ну, много чего оттуда И это я так, на всякий случай И при том, что человек остался, мало того, живым Ну, в плане живым, жизнерадостным И животрепещущим Он продолжает радовать нас своим творчеством И именно поэтому мне эта песня показалась В данной концепции не очень соответствующей его нынешнем состоянию Но ведь оказалось, что это всего лишь попытка выплеснуть негативную энергию Правда? И удачная попытка По-моему, очень На мой взгляд, удар Ну, то есть ты сейчас меня вызвал на реплику, да? Удачная попытка Спасибо Очень удачная попытка Это очень удачная попытка Браво, браво Опять с Мурника нагнали Браво, браво Александр Сазанов пишет Браво, браво, кэжуал за такую песню Спасибо Ну, а что скажешь Абсолютно не похоже на Васильева Совсем разные голоса Замечательная группа Тайвер Спиннер Сингал Пишет так человек Спасибо Вау Ну, могу много чего читать На самом деле Тут, в общем-то, нет вопросов По большей части Тут, в основном Гадости есть? Ну, смотри Я прослушал, наверное Этот новый акустический альбом Уже вышел Уже можно его где-то купить Только вроде недавно вышел Прошлый альбом В 13-м А в начале 14-го Хоп! И следующий Круто Юлия Усова пишет Можно купить уже? Юль, купить пока нельзя Презентация этого альбома Будет 16 апреля В клубе Музпап Вот И начало в 21.00 Приходите И там этот альбом Можно будет приобрести Вместе с билетом Вот Еще раз повторяю 16 апреля Будет презентация Этого акустического альбома В клубе Музпап Это бывший Мьюзик Таун Это очень любимый нами клуб Это бывший Мьюзик Холл Да, да, да Очень любимый нами клуб В котором мы часто-часто-часто играем Замечательный, кстати, клуб Там очень хорошо С акустикой Со звуком И вот что получается В данном случае Сегодня у нас предпрезентация Сегодня совсем в первый раз Конечно, премьера Это не презентация Это премьера, Семен Это премьера Спасибо тебе большое Спасибо тебе большое Что ты выбрал эту площадку Для того, чтобы показать Своё творчество Новый свой альбом 242 грамма Он называется на всякий случай Это акустический альбом От группы Кэжуал Люди растут Люди меняются Люди экспериментируют Люди ищут Вот за что я люблю Талантливых музыкантов Юля написала Извини, пожалуйста, перебью Юля написала По поводу того, что Вот только вышел альбом И сразу мы записали Другую потребность Просто у меня была внутренняя Вот И то, о чем мы говорили Вот буквально 5 минут назад И вот этот альбом Он и есть То есть мне хотелось Выплеснуть то, что у меня Внутри копилось-копилось-копилось-копилось Вот оно скопилось И появился этот альбом Выплеснулось Это круто Это правда круто Но лично по мне Так это замечательно Его бы не было Если бы ни Саша Ни Олег Ни Света Ни Алена И, конечно же, Николай Фёдорович Николай Фёдорович Куда же без него Главный человек Магил-хранитель Я про них сказал Про всех Ты же не слышишь Сказал В первом Да про всех Сейчас обидится играть Перестанет Смотри Сейчас устроит демонстрацию Здесь забастовку Нет, обо всех он сказал Вы просто были заняты Своими мыслями Судя по всему Смотрел в спину красивой девушки И как-то задумался о своем Ну вот я так и понимаю Ты не отвлекайся Они могут Ты не отвлекайся Во время работы Отвлекаться нельзя Давайте петь дальше, ребятки Я сейчас скажу, что здесь будет Замечательно всё Так называется следующая песня Правильно? Да Я сейчас смотрю в трек-лист Заглядываю сейчас Можно уже сказать, что это песня Это тоже премьера Да, конечно Это тоже абсолютно Никогда нигде еще не игранная песня Да С нового альбома Да С 42 грамма Акустический альбом Групп Кэжу Живой звук программы Живые Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В откровенностью Дубровскому! В откровенности мудрости нет Где печатью слез обид Где солнце распято ночью Где разума вечной покои О чем ты бросишь? О чем? Убежать Улететь от тебя Умереть Или просто молчать? Вновь весна Заряет мой дом Но печаль не спешит уходить Мне По-прежнему Холодно в нем Когда закончится этот пожар А боль, что терзала Замерзнет внутри Замечательно все Замечательно все В этом правда Замечательно все В этом правда любви Размышлять Быть или не быть Размышлять И решить Наконец Эта кровь С молоком Лишь коктейли Для будущих пьес О чем? Ты бросишь О чем? Я устал Вбить себя в грудь Я устал Заглядывать в окна И петь Унижение Полно мой дом Оказавшись В этой черте Не сгоришь Не расплавишься Ты Когда Закончится Этот пожар А боль, что терзала А боль, что терзала Замерзнет внутри Замечательно все Замечательно все. Замечательно все в этом правда. Замечательно все. Живые. Живой звук. Живое общение. Живое общение. Ближайшие концерты. Извините, если уже сообщали. Спасибо. Баусов Анатолий из Москвы. Это смс-портал 5283. Скажи давай еще раз о концерте, то есть о презентации этого альбома. И 16 апреля будет презентация этого альбома в клубе Муз Пап. Это бывший клуб Мюзик Тауна, Каланчевская. Каланчевская 33. Каланчевская 33, да. Начало в 21.00. Мы очень любим этот клуб и нас там любят тоже. И там очень хороший звук. Поэтому приходите. Мы призываем всех приходить, потому что будет камерная атмосфера, будет очень хорошо. И мы будем... Мы будем с вами. Вы будете. Мы будем, да. Но я так понимаю, что там будет только акустика, а электричества не будет. Будет. А, ты все решил смешать? Да, конечно. Электричество и акустику? Но я понимаю, да, 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 да. Это не я решил смешать, это Николай Федорович. Николай Федорович показывает, что палочки ему, да, хочется взять в руки, побарабанить. Значит, смотрите, что Сергей Борода пишет вот что из Питера. В акустике напоминают группу Воскресенье. Считать комплиментом. Очень душевно. Куплю диск, буду слушать с удовольствием. Пожалуйста. Алексей, когда и как можно получить диск предыдущий? И акустический 242 грамма. Привет, передаю Алексею Виктория. Это из Москвы. Когда можно получить? Вот мне интересно, ты все бы вот так... Почему она спрашивает, когда можно получить? Что-то обещал Виктория? Это Виктория Дулепина, я так понимаю. Это подруга Светлана Суканова. Никак ей диск не передадим. Да, 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 да. Светлана Суканова сегодня здесь, на секундочку. Да. Ну, так мог бы передать Светлане, она бы передала Виктории. Все такая цепочка и замкнула. У меня нет диска. Ах, у него нет диска. Да, я понимаю. Вот так вот, сапожник-то и без сапог, на самом деле. Очень обидно, конечно же. Сейчас, секундочку, читаю. Это она и писала. Приятно слушать. Молодцы. Группе casual привет в особенности. Суканова и Светлане пишет Валерия Лихачева в официальной группе ВКонтакте. Спасибо, Лер, спасибо. Это та же Лера, да? Поздравляю тебя. Нет, там Виктория была. Нет, Лер, я хочу пользоваться лучшим поздравить тебя действительно с большим шагом в жизни. И я очень радуюсь за тебя. Что за муж вышло? Да. Поздравляю ее и вас. Браво. Зачем она это сделала? Зачем? Но она его любит. Ну и любитель. Я могу сказать даже больше, его зовут Леша. Яш? Нет. Вот я тоже так задумался на сегодняшку. У меня вдруг какая-то кайфина. Я понимаю, потому и спрашиваю. Молодцы, успела, включила, слушаю. Возьму смелость выразить восхищение в первую очередь от себя и от группы «Практика». Ребята, жгите. Ильяна Нестерова пишет. Это группа «Практика» привет передает тебе. Мы записали позавчера с ними совместную песню. Очень хорошую. Прямо вот, прям у них. Ну, неужели. У тебя, ты в тренде, чувак. В тренде. У меня родная часть. Родная часть. Ты со всеми готов, по-моему, писаться. Знаешь, надо этот слоган. Ты в тренде, чувак. И в кавычки брать, на альбом ставить. Как слоган. У нас другой сейчас девиз, на самом деле. Ну, я не знаю, в эфире нельзя его произносить. А, понял, извини. Тогда не надо, даже не пытайся. Радиостанция «12 плюс» имею в виду. Это важно. Значит. Не, у нас слово. Это раньше было. Сегодня мы презентуем вместе с группой «Кэжуал». Понятно, мы помогаем. Ребята показывают свой акустический альбом, который называется «242 грамма». Я выискиваю в группах, в официальных, само собой, вопросы. А это не те ли, которые по системе «Дубль В» играют? Спрашивает Дмитрий Маслов. Те. Дима, это мы. Это они. Только там в электричестве. А тут сегодня акустика. Те самые. Те самые. Забавно, что по голосу я думал, что молодежь. А на фото-то старички. Очень хорошо голос сохранился. Еще раз повторю, нам на всех 193 года. Пишет Дима Маслов. Я посмотрю его возраст, чтобы понять, кого он называет... Ты кого старичком назвал? Ну, тут почему-то только дата рождения, а года рождения нет. Он там не один, да, я так понимаю? Он там с девушкой, да. Он тут со свадьбой. О, поздравляю, Дима. Ну, парень молодой. Парень молодой, да. На пяткуна похож от себя. Ну, я хочу сказать Диме, что где-то к 40 мужчина созревает. И там вот можно сказать, что это мужчина молодой и только начинающий жить. Поэтому тебе сколько сейчас? Некоторые не доживают до 40. Да, и многие. Тебе сколько сейчас? 41. 41. То есть ты как раз только жить начал. Еще молодой пацан, по сути, делаешь. Мальчишка совсем. Поэтому и голос не пропал. Идь, давай. Сейчас я хочу представить Свету, Светлана Цуканова. Это наша поэтесса и очень известная. И я люблю ее, очень ее люблю стихи. И больше того, скажу, она приняла участие в записи этого альбома и приняла непосредственное участие. И сейчас мы как бы сыграем композицию с ее стихотворением. И сразу без паузы будем играть дальше следующую песню. Не, не получится. Не получится. А потому что у нас сейчас заканчивается час. Все, тогда только стихотворение. Только стихотворение тогда. А стихотворение имеет название? Да. Он при встрече. Так и называется? Да. Он при встрече. Хорошо. Пусть будет так. Живой звук. Светлана Цуканова. Он при встрече всегда целует меня особенно. Так что где-то между лопаток проходит ток. Обнимает нежно, но так, чтобы рука не дрогнула. А ведь так же, как он до сих пор никто и не смог. Его запах мое очищает от забиения. А от голоса бешеным роем мурашки по телу. Где-то в воздухе сумасшедше растет напряжение. Но в глаза мне смотреть на чему-то всегда не смеет. Только вскользь пробежит по мне взглядам. Как воспоминания просыпаются, приводя мое память в экстаз. Он уверенно многое помнит о нас. И целует еще особеннее на прощание. Вот после этого надо было пойти песни пиши. Я по мелодии это понял. Но вот видишь, как интересно. Ты же не предупредил меня, что это все так. Задвинутые вы по-любому ее не споете. У тебя подрезаться очень не хочется. Понимаешь, какая штука? Все правильно. Ничего страшного. На самом деле, я вот она читает. А стихотворение очень красивое. А у меня мурашки. А давай мы об этом поговорим? Да. А давай мы об этом? Да. Ну, я понимаю, там с Роксистой мог встретиться на поприще музыкальном. Девушка песню поет. Естественно, как-то спеть вместе общую ее песню. Ее песню сделать общей. Так бывает. У нас часто так бывает с женщинами на музыкальном поприще. Так вот, а поэтессу-то? Я очень люблю читать стихи ВКонтакте. Вот, и не только ВКонтакте. И вот случайно наткнулся на стихи Светланы. Вот, где-то. И решил с ней... Да шучу я. А Светлана смотрит и в глазах, ой, врет, ой, врет. На самом деле, я знаю Лешу много лет уже. Да, мы давно дружим, да. Да, мы давно очень дружим. И я принимала участие в двух концертах. Да, да, да. Да, пела вместе с ним на двух концертах. Пела или читала стихи? Нет, пела, пела. А чего сегодня ты не поешь? Чего сегодня стихи? Сегодня несколько иная концепция. Фронтмен сказал стихи, значит стихи. Сказал бы танцевать, я бы станцевала. Барышня, вы подчиняетесь полностью, что ли, этому человеку? Нет, ну, на самом деле, Леша очень уважает. Так, я могу сказать огромное спасибо ему за то, что он дает мне такую возможность коснуться его творчества, да, и как бы себя реализовать, ну, так, совсем немножечко. Он так говорит, что я прям такая поэтесса, мне, конечно, безумно приятно, но я, как и любой человек, который пишет стихи, да, наверное, очень критично отношусь к своему творчеству, дико волнуюсь, безумно волнуюсь. Стихи девчачьи, конечно, но очень хорошие, но очень хорошие. Ну, Ахматова тоже писала девчачьи стихи, но это никак не умаляет ее творчество, между прочим, и ее значимость для российской и русской литературы. Я не просто так вставил, попросил Светлану написать и вставил эти стихи, потому что... Это и в альбоме будет? Конечно, это в альбоме есть, и это концепция альбома, и будут дальше стихи, и нужно послушать весь альбом, чтобы понять, что к чему. Просто сейчас мы там как бы урывками, да, но мы объясняем, но все равно нужно слушать, чтобы понимать, о чем эти стихи. И вот песня «Пиши» как раз после этого стихотворения, она и завершает его, так скажем. Ничего страшного, мы сыграем после паузы. Ну да, по смыслу. Конечно. Мы обязательно это сыграем, а пока нам надо прерваться. Живые. Живой звук. Живое общение. Мы вернулись и продолжаем, и, естественно, напоминаю вам, что сегодня в живых здесь, в студии нашего группа «Кэжуал» со своим новым акустическим альбомом. Те, кто знает песни этого коллектива по эфирам нашего радио, привыкли к их электрическому звучанию. А вот теперь их третий уж по счету альбом, называющийся «242 грамма», является акустическим. Очень глубоким и очень проникновенным. На самом деле акустика меняет абсолютно все. Вот удивительная вещь. Вроде бы инструменты, казалось бы, те же, гитары, но несколько другие, да? Подача меняется, меняется суть, меняется смысл, меняется кровь, и сердце увеличивается, мне кажется, просто. До 300 грамм. До 300, наконец-то, грамм. Удивительная вещь. Вот здесь вопрос вот какой. Семен, вопрос группы. Поэтессы-то не из Орла случайно, просто я однофамилец, пишет Сергей Цуканов, из города Орла. Фамилия просто Орловская. Заранее спасибо, если озвучите вопрос. Поэтесса, которая Цуканова... Ну, к микрофону верните уже, пожалуйста, цвет. Не из Орла ли ты? Нет, я не из Орла, и родственников там у меня нет. Просто, наверное, однофамилец мой. Я родилась и живу в славном городе Герои Королевья. Космический город. Понятно. А Сергей считает, что фамилия Цуканов и Цуканова, это фамилия исключительно Орловская. Ну вот так мы живем. Да он просто это... Да. Она ему просто понравилась. А это неизбежно. Если человек смотрит трансляцию, то совершенно неизбежно. Эти две девушки сегодняшние, которые в данном случае поддерживают песни Горбе Кэжоу, они вызывают у мужчин наверняка определенный интерес. Я абсолютно в этом убежден. Как мужчина, говорю. Вот. А где спасибо? А где спасибо? Благодарим. Огромное спасибо, Семен. Ладненько. Вот что мы сейчас с вами сделаем. Я понимаю, что песня «Пиши», которая называется, а в версии в акустической, как она называется? По-другому, по-моему? Да, она называется по-другому. Она называется «Где были мы». «Где были мы». Без этого стихотворения немножко огрызочно будет звучать. Поэтому повторим этот номер, которым закончили прошлый час, так, чтобы уже это все прозвучало в целом и понятном, как на альбоме записано в виде. «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Кэжуал» с презентацией нового своего акустического альбома «242 грамма». Поехали. Он при встрече всегда целует меня особенно. Так, что где-то между лопаток проходит ток. Обнимает нежно, но так, чтобы рука не дрогнула. А ведь так же, как он, на сих пор никто не смог. Его запах мой очищает сердцебиение. А от голоса бешеным роем мурашки по телу. Где-то в воздухе сумасшедше растет напряжение. Но в глаза мне смотреть почему-то всегда не смеет. Только вскользь пробежит по мне взглядом. Как воспоминания просыпаются, приводя мой памятный экстаз. Он уверенно многое помнит о нас. И целует еще особеннее на прощание. КОНЕЦ В этой реальности все далеко не случайно. А ты пиши, куда и зачем ты знаешь. Пиши, я жду перемен, ты знаешь. Все может быть тлен, летая во сне. И падая, 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 падая. Не замечаешь. Пиши, пиши, пиши. Все происходит, как в очень запутанном фильме. Пиши, пиши. Пиши, пиши. Пиши, пиши. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Пиши, куда и зачем ты знаешь Пиши, я жду перемен, ты знаешь Все может быть лент, летая во сне И падая, 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 не замечаешь Пиши, пиши А ты бежишь 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 Живые Живой звук Живое общение Давайте двигаемся дальше Напомню, Кэжел сегодня здесь со своим третьим по счету На сей раз акустическим альбомом 242 грамма Это абсолютная премьера Презентация этого альбома состоится 16 числа Не в тот микрофон, Леша 16 апреля в Моспабе, начало в 21.00, 16 апреля я вас всех приглашаю, я вас всех жду Вместе с билетом, сейчас мы будем проводить акцию Вместе с билетом купленным вы получите диск, это акустического диска этого альбома Акустического альбома Космонавтики, вот Светлана как раз говорила про город Королев И мы очень, я и очень люблю и Гагарина И очень хорошо отношусь к космонавтике И мы все относимся И поэтому мы принимаем участие в этом фестивале Где помимо нас будут плаксы Галя Егорова, привет Она здесь тоже передавала Нами любимые И знаки, которые я тоже очень-очень люблю Эту группу Миша, привет И мы И в общем-то я вас всех приглашаю в Гластенберри Пап У тебя получилось Получилось, да Вот, 12 апреля Приходите, пожалуйста Приходите, кому не безразлично наше творчество И творчество вот этих славных коллективов А адрес я не знаю Где-то на Дубровке находится Ну можно посмотреть в интернете, любой может зайти и посмотреть Такси на Дубровку Такси на Дубровку, кто заказывал Вы разберетесь, такси довезет по-любому Дубровка такое место, которое нынче знаменито Да К сожалению, печально знаменито Конечно Так, Юрий Мишанин, вот что пишет Большое сообщение, я поэтому прочитаю его все Но быстро Добрый вечер Знаю, что группа уже давно в эфире Но мимо меня она как-то все время фоном проходила Сегодня вот решился Забросил все свои вечерние дела И сел конкретно слушать эфир Потому что в живом звучании все воспринимается иначе Чем на записи Это чистая правда Тут уже если зацепит, так зацепит Все же, как бы не убеждали Но Васильевские нотки в вокале Алексей все же присутствует На мой взгляд, в то же время слышу самобытность И свою особую фишку коллектива Удачи группе Спасибо всем за приятную музыку и качественный звук Вопрос мой будет вот как Звучать Желательно, чтобы ответили на него все музыканты Все настроились сейчас на хороший добрый лад Кто из известных музыкальных деятелей Певцов, гитаристов, басистов, барабанщиков Повлиял на Вас, как на музыкантов Глядя на них и зная этих людей Я полагаю, что это они на кого-то уже могли давно-давно Давно-давно повлиять в творческом плане Но если вдруг музыканты захотят ответить На меня повлияла очень группа Red Hot Chili Peppers И Энтони Хидис На которого я похож Это правда Действительно, особенно наколками Парни, может мужчины Давайте сообщайте, пожалуйста Сразу отвечайте на вопрос Ну, я уже судя по возрасту Наверное, всем понятно Воспитывался на такой классической На рок-музыке классической Ну, то есть Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd Ну, естественно Ну, и Битлз Даже застал Ленина я не застал, но Битлз застал Ну, Лену напомнил Ну, Лену напомнил Ну, Лену напомнил Да, так что Вот Как бы впитал в себя Все оттуда Понятно Поехали дальше Поехали дальше Так Я бы хотел подложить тему Александра Николаевича На меня очень большое влияние Повлияла группа Песняры Вокальный инструментальный ансамбль Карабинники и Джим Моррисон И группа Ронда, судя по всему, да? Группа Ронда Группа Ронда Всегда в моем сердце Всем привет Сколько лет ты проиграл в этой вот? 20 лет 23 23 года с группой Ронда Поэтому, конечно, она как-то отложила отпечаток на его творчество А на меня очень повлияло творчество Александра Николаевича Самойлова Что совершенно справедливо Александр Николаевич, я сказал, что на кого-то уже давным-давно, мне кажется, творчество каждого из нас И, кстати, я хочу сказать, что по поводу Александра Николаевича Самойлова Это то, что, например, если послушать наши электрические альбомы, да? То в некоторых песнях, которые мы особо любим, там есть и Лид Зеппелин Вот, и есть вот эти ходы классические, от которых мы просто, ну, просто Душа замирает и сердце останавливается, так скажем И мы не отказываемся от этого, потому что это очень круто Это очень круто Ну, я в любом случае, сейчас Я признаюсь Вот сейчас я даже уберу подложку Я признаюсь в одной вещи Я считаю, что это совершенно нормально Когда мужики признаются друг другу в любви, да? Если вспомнить, ну, может быть, два года назад, отмотать чуточку назад Группа Кэжуал, наша аудитория, аудитория нашего радио, мягко говоря, закидывала кизиками Ну, Леша, это же правда Это чистое правда Как только стали появляться песни группы Кэжуал в эфире, тут же неслась фу, кошмар, тра-та-та и так далее Я себе, как, извините, как программа директора радиостанции поставил задачу Все-таки каким-то образом сломать этот странный В этом слове есть буква Т, хотя я мог бы без нее Этот странный стереотип Когда люди, слышащие что-то новое и, возможно, непонятное и, возможно, непривычное Прежде всего, начинают отмахиваться и отбрыкиваться И, в общем, как мне кажется, нам это удалось На сегодняшний день, читая, допустим, комментарии Я могу сказать, что группу Кэжуал на нашем радио абсолютно приняли Сейчас в дюжине, как только появляется очередная песня группы Кэжуал Я вижу периодически вскрики людей, которые тут же, как только появилась песня О, Кэжуал, наконец-то что-то новое И альбом, который победил в дюжине, он справедливо победил Потому что там действительно четыре, как минимум, хита на один альбом Покажите мне еще когда-нибудь, когда такое было Так вот, мужчины, я вас люблю нежно, давно Я отношусь к вам и к вашему творчеству исключительно как к явлению на российской музыкальной сцене Только теперь плакать не будем, давай теперь будем Да, добавь уже Добавлю в двух словах, скажу, что вот песня «Инсайт», которая первая появилась, да, в эфире нашего радио Вот по поводу там всего того, что было выглято И вот совсем недавно, когда был день рождения, и когда вот эта программа была о Высоцком Да, очень, очень, и мне очень жалко, что сейчас нету как бы в эфире песен там Это тема отдельная, о которой мы поговорим отдельно Дело не в том, что дело в том, что я, когда Никиту пригласили Высоцкого на утренние эфиры Когда Зиналова сказала, что это наши любимые музыканты группы «Кэжелин», это наша любимая песня «Инсайт», вот И это наша с гордостью сказала Ты плакал? Да Я очень эмоциональный человек, у меня прям слезы были И она это искренне сказала, и мне это очень приятно, серьезно Ну вот, слава Богу И спасибо, спасибо, Юля, спасибо Спасибо, спасибо, спасибо Мы пробили эту стену непонимания Надеемся, что это навсегда Давайте петь дальше Давайте петь дальше, что это будет? Песня «Почтальон», это я по поводу философствования в этом альбоме говорил Это вот именно такая песня «Почтальон» Да Живой звук программы «Живые» здесь сегодня «Кэжелл» со своим акустическим альбомом 242 грамма Поехали? Поехали Разумеется, все, что когда-либо спел тебя Унесет яркой дымкой серей во мне бед Сколько ждать, почтальон не приходит Видимо, он, видимо, он меня не находит Разлинованный лист разлинованных судеб Все за право узнать, что же дальше не будет Но сколько ждать, почтальон не приходит Видимо, он, видимо, он меня не находит Меня не находит Меня не находит Меня не находит Расстреложены Олей желаний и сомнений Здесь все подернуто страхом моих сновидений Насколько ждать, почтальон не приходит Видимо, он, видимо, он меня не находит Меня не находит Меня не находит Меня не находит Видимо, он, видимо, он АПЛОДИСМЕНТЫ А, и какие комментарии могут быть Красивые, все Спасибо Хорошо и все Хитовые, все Мелодичные и все Че еще нужно-то? Так, читать будем Давайте будем читать Что тут пишут? Пишут, кстати, много чего И даже интересного Вопросов, правда, мало Но, тем не менее, вот один, например, я тебе сейчас задам Прежде, конечно, чем я его задам, я прочитаю сообщение от Санька Ну, так он, Санек, написал Добрый вечер, наш, скажите название группы Точнее, он поет один Был на той неделе Большое спасибо, Санек Бронемир его зовут, если вы меня сейчас слышите Бронемир, он поет один Он пел песню Барыкина, которая просто поверила меня в шок Он спел ее так Аэропорт Да, он пел ее так, что я просто открыл рот и закрыть его не мог Очень круто Бронемир замечательно От человека настолько такая энергетика идет, прям гениальная Был бы ты в этой студии, ты понимал бы Да я бы с ума, наверное, сошел, если честно А я от него и схожу с ума постоянно Очень круто Энергетика там нереальная совершенно И вот песня, которая... сейчас же есть песня его в ротации Просто не помню, как называется, да? Прежбург Вот, вот, шикарная песня просто Да у него их много К сожалению, я не могу поставить в ротацию несколько песен своего нового альбома Которые мы сейчас в машине заслушали до дыр Потому что там прямой текст, прямые речи, как положено Например, песня про Е Как он ее назвал здесь в студии, так он и пел про Е А понятно, что звучит она вот без этого окончания Совершенно по-другому слышится Ну, ладно, это бронемир, это отдельная тема А вот кто-то пишет без подписи из Питера Есть такой дуэт, casual и кол Есть Я не знаю, как правильно пишется в песне, есть слово помнишь Что это за песня? Спасибо Леш, расскажи о своем дуэте с Надей Гордиенко Что это за песня? Это песня Наде Гордиенко? Да, это песня Наде Гордиенко И я могу сказать, что, опять же, спасибо Юлии Семену Потому что именно в их программе я услышал Надю первый раз И вот эта песня, опять же, я был настроен Опять же, внутренняя моя душевная организация была настроена, видимо, на эту песню И мое настроение было И я почувствовал то, о чем она поет, каждое слово И я Юле написал, Юля, если ты помнишь, да, как вот, а можно ли? И вот все сложилось И действительно большая песня появилась И до сих пор я ее слушаю, у меня мурашки До сих пор До сих пор Что ты, пиши ты имеешь в виду? Нет, здравствуй А, здравствуй, да здравствуй До сих пор я ее слушаю, у меня мурашки Да Ты-то ее слушать можешь редко, а я-то слушаю ее часто по работе своей И до сих пор мурашки Вот такие, Леха Вот такие огромные Андрей Машкарин, смотри, что пишет Внимание Кстати, это наш постоянный слушатель, такой достаточно трепетный Который не всегда вообще отписывается Если отписывается, то зачастую весьма критично Вот что он пишет Вот не знаю, чем кэжуал цепляет людей Но мне мой друг, которому я только недавно рассказал про существование ваших эфиров Только что написал, что на нашем крутая группа играет И на сплинг говорит, вообще не похож Передайте привет Антошке, если можете Вот Антошке привет надо передать За то, что в его понимании Ты на сплинг, кстати, слава богу, не похож И вообще-то крутая группа Андрей, спасибо большое вам за ваш комментарий Антону привет Огромный Антону привет Спасибо большое Значит, вот еще Александр Нет, да, Александр Журавлев Наш слушатель Нас, кстати, много Так, чтобы понятно было Тем, кто нас слушает, может, сегодня первый раз Помимо ФМа в России Нас слушают на всем шарике Через интернет Поэтому Александр откуда? Из Чикаго? Юля, напомни мне По-моему, из Чикаго, да Вот что он пишет Какое время-то у них сейчас? Представь себе Практически не знаком с творчеством группы У них день сейчас? Да, да, рабочий, между прочим Появились для меня как-то внезапно И на радио, и в чарте Предпочитаю слушать что-то пободрее Но не могу не отметить, что это просто прекрасный проект Очень высокий уровень как в плане музыки Так и в плане вокала Так и в плане стихов и текстов Хорошие вещи имеют право жить и развиваться Вот где вы только прятались? Спрашивает Александр Журавлев Рад, что с появлением программы Появилась возможность узнавать о новых группах Желаю коллективу занять должное место На большой сцене, которая будет соответствовать Их очень даже достойному уровню Александр, отвечаю вам Они нигде не прятались Они в живых уровень четвертый раз И их песни, шесть штук, по-моему Ротировались и ротируются В эфире нашего радио Более того, они в этом году получили премию Чёртова дюжина Это наша большая ежегодная премия За лучший альбом года Обогнав там, между прочим Очень маститых, не будем упоминать Чтоб никого не обидеть Очень маститых наших артистов Так что группа-то, в общем, не пряталась Это вы как-то мимо неё почему-то прошли Навёрстывайте Мне кажется, это полезно и хорошо Так Где-то был ещё какой-то вопрос А, вот что я хотел сказать Тоже важная штука Я даже спрашиваю, сколько лет в группе? Пять, по-моему, да? Пять лет А вообще надо иметь в виду Что Лёша играл ещё в группе Hellraiser В той группе, которую в Советском Союзе Считали американской Вообще западной группой Потому что пели по-английски Пели очень жёсткий такой, тяжёлый Настоящий рок Причём рок не тот, который Сейчас почему-то называется роком А вот тот самый настоящий и правильный Поэтому история у Яшина Музыкальная достаточно более долгая Чем пять лет в группе Кажу Да, это у меня и у каждого А у этих музыкатов Они о них вообще молчу Они же уже всё На них уже учатся многие другие И даже музыканты от самого коллектива Друг на друге учатся Это хорошо Это круто Это вообще один из немногих Ой, какие они ласковые Друг с другом Вы бы видели, что тут между ними сейчас Ой-ой-ой-ой-ой-ой Давайте дальше петь Что это будет Сейчас настала как раз вот песня Пора Так Алене Сказать своё слово Вот тот та самая Видишь как Мы начали вдруг неожиданно На вопрос появился по поводу Горденко Да Теперь надо отдать слово Алене Роксис Роксис Это песня твоя, да? Да, это моя песня Друзья, на самом деле я бы хотела бы Выразить свою огромную благодарность Алексею Яшину За то, что он поверил в неё И увидел её как большую И я хотела бы сказать огромное спасибо Всем участникам коллектива И огромное спасибо Александру Самойлу Потому что он настолько интересно построил партию гитарную Вы сейчас услышите это И мы все настолько спелись И когда я впервые услышала акустическую аранжировку Я сказала ах Потому что это то, о чём я мечтала И я всё-таки настраиваю людей на то Чтобы они верили в волшебство И материализовали свои мысли Позитивными, как говорится, направлениями Вот, но я думаю, что судите так, как есть Эта песня очень добрая И она выражает огромную надежду Которая должна таиться в сердцах каждого человека Вот удивительная вещь Но ты пока идёшь к микрофону Я буквально в двух словах Надя Гордиенко свою песню «Пиши» Никак не могла издать Никак не могла её аранжировать и спеть Потому что она всё время... А? Здравствуй, здравствуй, пардос, здравствуй, да Извини, пиши, ты поёшь Извини, не пиши больше Здравствуй, в том плане, что... Вот, встретившись с Лёхой А не так вот, неожиданно Он к ней подошёл с предложением что-нибудь спеть И вдруг эта песня была предложена И она, как сказала Надя, здесь, в эфире Она сама об этом говорила И песня вдруг зазвучала Вот удивительное качество у Яшина Встречать на своём пути красивых девушек Брать у них их песни И вместе с этими девушками, делая дуэт Давать песне «Жизнь» Самое интересное, что эта песня Она предполагала собой быть дуэтной Но я не могла найти голос Так голос-то сам тебя и нашёл Голос действительно сам я нашёл И Лёша спел так, как я её представляла, видела и чувствовала Поэтому... Имей в виду, Лёш Имей в виду, у тебя, мне кажется, теперь уже дорожка такая Лёше вообще огромное мировое спасибо И всем его ребятам, они настолько душевные Знаете, репетиции у нас происходят невероятным образом Каждый чувствует друг друга Для меня это вообще новое нечто Ну, давайте не будем сняться Хорошо, вот будет... Лёха, будет тебе 75 лет И будешь ты такой 75-летний, старый уже, заслуженный артист Будешь встречать молоденьких, симпатичных девчонок и спрашивать А не пишешь ли ты, деточка, стихи? Дедушка говорит, да Как ты поучишь свою, я не знаю, кто тебя поучил Да, Алексей Викторович, я вот тут у меня есть пара стихи А давай-ка, деточка, мы с тобой споём вместе Ба-бах И зубы выпали Как называется песня? Песня называлась до этого, кстати говоря, у меня В акустической версии только фортепиано Между твоим и моим Но подумав немного, между твоим и моим Очень странное название И мы, посидев с группой все вместе Решили назвать её Не жалей ни о чём Потому что смысл песни о том, что Не нужно жалеть никогда ни о чём Смысл поёт между твоим и... Я же говорю, не жалей ни о чём Лучше не жалеть Живой звук в программе живый Здесь сегодня кэжуал со своим Акустическим альбомом 242 грамм Поехали Не жалей ни о чём Даже о грехах и промахах И движений не остановишь Запастись мы терпением на следующие сто веков Всё, что чувствуешь ты, чувствую я Между твоим и моим пониманием Ты должен сдаться, не сдаваясь Не жди, пока кончится дыхание Почти без сознания Сотри из памяти старые И дай прийти в эту жизнь новому И достучаться за истины Веками знакомый нам Это страх, ощущения, отчаяния, уныния Вспомни то, что любовь есть та сила И готова ли спить Ты завычаешься, что я Погрузись В это преображение Между твоим и моим пониманием Я должен сдаться, не сдаваясь Не ждать, пока кончится дыхание Почти без сознания Сотри из памяти старая И дай влети в эту жизнь новому И достучаться до истины Веками знакомый нам Между твоим и моим пониманием Ты должен сдаться, не сдаваясь Не жди, пока кончится дыхание Почти без сознания Сотри из памяти старая И дай прийти в эту жизнь новому И достучаться до истины Веками знакомый нам Между твоим и моим пониманием Ты должен сдаться, не сдаваясь Не ждать, пока кончится дыхание Почти без сознания Сотри из памяти старая И дай влети в эту жизнь новому И достучаться до истины Веками знакомый нам Алена Рубцев с Алексеем Яшином Группа Кэжуэл Новый акустический альбом Группа Кэжуэл 242 грамма Ну что, как сама? Спасибо! Я прекрасна! Я настолько счастлива! Ребят, спасибо вам всем огромное! Большое за то, что вы сделали мой день Таким незабываемым И действительно, этот день у меня запомнится в истории На самом деле, не только твой А я сейчас читаю, на самом деле Вот прямым текстом Что вы со мной делаете? Пишет Михаил Синицын Я не могу оторваться Только в обед купил собрание стихов Есенина Была задача почитать вечером Включил радио и все Спасибо группе за вечер Спасибо, спасибо вам А вот, например, Владимир Карпов Что написал в этой официальной группе нашего Привет, наши! Как-то так группа Кэжуэл Меня особо не задевала Когда слышал на нашем радио А больше-то нигде и не встречал А тут слушаю и понимаю Что я очень много упустил Интересно, мне нравится? Ищу сайтики, где можно раздобыть Что-нибудь о группе И что еще можно послушать Пишет Владимир Карпов Но это вечная проблема Еще раз повторяю Многих из многих слушателей нашей радиостанции Когда к новому относятся пренебрежительно А вот прислушаться бы Вот так вот остановиться Прислушаться, понять И тогда глядишь Вот Анна Дмитриева пишет О, любимки мои! А у меня только получилось радио-то послушать Такой трудный день А тут такой родной, успокаивающий голос Алексея Желаю вам еще больших творческих успехов Радуйте нас почаще Спасибо огромное Спасибо, очень приятно Вот Значит, смотри Алексей забыл про Матюкова Ведь могу обидеться Это кому? О какому Алексею пишет Юлия Бунакова? Хочу отметить, что это не только безумно творческая личность Но и просто отличный человек Да-да, именно с большой буквы Спасибо за поддержку А кому это Юлия пишет? Я не знаю Мне-мне-мне-мне Кого я забыл? Кого что еще раз? Про Матюкова Матюкова Это кто это? Что это? Вот видишь, ты говоришь тебе И сам не знаешь, о чем речь Алексей Ващенко писал Познакомился с группой casual Когда увидел, что в чартовой дюжине Они получили премию как лучший альбом И я знать не знаю про них Прозевал, видимо Скачал все альбомы Заслушал Понравилось В плейлисте играет до сих пор Иногда даже подпеваю Сегодня акустика сверхдушевная Будете выступать в Краснодаре С меня явка обязательно Собираетесь куда-нибудь поехать? В Краснодар мы очень хотим Потому что у нас там уже целый фэн-клуб Очень много людей нас там любят Да, мы собираемся У нас будет опять же 16 апреля презентация Этого альбома Вот, потом у нас концерт в Ижевске в мае И мы на воздух собираемся Это пока вот подтвержденные На воздух Зачем тут у нас есть На фестиваль воздух А, ты про фестиваль? Да, фестиваль воздух Который пройдет с 20 по 22 июня В Петрозаводске Я хочу сказать, что Петрозаводск Очень хороший город И фестиваль воздух Это замечательный фестиваль нашего радио Да, и пользуясь случаем Как раз я начал про воздух говорить Скажу, что спасибо огромное Лене Изотовой Которая является сейчас нашим пиар-директором Она родом оттуда И она ведет все наши группы И я без этого человека просто уже не могу И спасибо ей огромное Коля ей передает огромный привет И вся наша группа передает ей привет Коля засветился Да, да, да Также я могу сказать, что выйдет альбом И шикарный, шикарный будет буклет И Надежда Тимеевка делала этот буклет Тоже из Петрозаводска И, говорю, там такие люди Которые Ну, что говорить Просто хорошие люди Которых очень мало, Семен Ты сам знаешь Хорошие люди Очень мало Хорошие люди И огромное спасибо Нам нужно держаться вместе Да, мы так и стараемся Не скромно, да? Сергей Малявин, смотри, что написал Я даже не знаю, как это прочитать Ну как-нибудь прочитать Мне просто реакция ваша, ребята, интересная Очень по-западному звучат По мне так даже слишком Но мне нравится Спасибо Александру Николаевичу Самойлову В первую очередь А во вторую Во вторую всей группе casual За то, что мы не звучим как Можно резко, да? Ну, скажи резко Как роковые группы Зачастую у нас звучат в России Говнороками? Что ты так стесняешься? Нормальное слово, нормальный термин Для этого стиля музыки Мы всячески пытались И пытались уйти от этого звучания Вот Пускай даже ценой каких-то там Потерь каких-то слушателей может быть Но мы хотим звучать по-западному И очень правильно делаете Потому что вчера здесь был Ник рок-н-ролл со своим коллективом Азза И он очень правильно знает Кто это такой, естественно, да? Об этом человеке песни И слова говорят такие господа Как Борис Гребенщиков Как Константин Кинчев и так далее Ник рок-н-ролл это легенда нашего рока Имею в виду тех времен еще И до сегодня я живой, слава богу, и творящий Он сказал замечательную вещь Мы, говорит, ребятки-то не певцы Мы имитаторы И это надо понимать Музыка, которую мы поем и играем Пришла к нам Откуда? Вот оттуда Поэтому мы старательно имитируем То, что когда-то придумали другие Если к этому относиться с иронией И с пониманием То это абсолютная правда Семен, я хотел добавить К тому, что сказал Леша Я не согласен с тем, что мы хотим звучать по-западному Тем более сегодня это не актуально Мы звучим так, как мы звучим Как мы умеем играть А у нас большой опыт Поэтому то, что мы сегодня делаем Это наша школа Это наше бытие Это сказал я, Николай Сафонов Юль, а у Коли тоже очень сексуальный голос Я же говорю, что Он уже ближе к 75, чем ты Он уже сейчас понимает, о чем он говорит Братцы, давайте петь дальше Очень хочется Что это будет? Я хочу сказать в завершение вот этого Про людей Не про людей Про поводу того, что вот пишут И очень много наших поклонников Я могу сказать, что вот мы с Николаем сейчас ехали на эфир И нас узнали Да, мы ехали Вот он передает привет Нас узнали на дороге И прям открыли окна Кажел-кажел Вот мы вас любим Татьяна и Любовь И мы вам передаем огромный привет Спасибо вам, что слушаете сейчас эфир Вот, и спасибо, что слушаете И знаете наши песни Нам это очень приятно Наверное, узнали по моей машине А не по нам Но все равно приятно Это отдельная тема Это отдельная тема 5283 5283 Это короткий номер Для смс-сообщений В общем, я думаю, многим девушкам Было бы приятно В такой машине прокатиться 5283 Короткий номер для ваших смс Все ваши эмоции Вопросы и впечатления Пожалуйста, милости прошу Не забывайте об официальной группе ВКонтакте Там тоже выискиваю Какие-либо интересные сообщения На предмет сегодняшних наших музыкантов Это группа Кэжуал Со своим третьим по счету И первым акустическим альбомом 242 грамма Я теперь на всю жизнь запомню Сколько весит твое сердце Какая будет следующая песня? У меня прям такие черные мысли Сейчас пока ты говорил А тебе потом их скажу Потом? Да, да, да А потом? Потому что я думаю Что сердце можно взвесить Только в морге Больше никак Ну ты же взвесил как-то свое Я же говорю Рифмуется просто Примерно Давай, ладно Какая песня? Песня называется Не осталось Это тоже новая песня Тоже новая песня Которая является премьерой сегодня Да Итак Живой звук в программе Живые Поехали Довольно долго Обелал себе Собевал себе Радость незаметно Похожим на дождь Каким-то раствором Соленым и горьким Но древенно Побегали слова Не оставив живого На теле Непременное средство Для того Чтобы быть ближе Для того Чтоб считать себя там Где никого Не осталось Где никого Не осталось Где никого Довольно долго И незаметно Совсем немного Циферблаты молчат Снова главный повод Для кого-то На дверях И на окнах Большие замки И засовы Не спеша по прямой Улыбаясь от боли Вроде целая жизнь А всего лишь Так мало Непременное средство Для того Чтобы быть ближе Для того Чтоб считать себя там Где никого Не осталось Где никого Не осталось Где никого Довольно долго И незаметно Совсем немного Где непременное средство Круто Ну вот что ты Что ты вот сейчас делал Что ты сейчас делал Вот буквально Минуту назад Пришло сообщение От Александра Щурок Щурокова фамилия И ты вдруг взял И перечеркнул Все добрые слова Этого человека Пишет Молодцы ребята Приятно слушать людей Которые именно поют А не кричат в микрофон Че ты сейчас орал тут Зачем ты орал в микрофон Это эмоции Ну зачем Что прям перегрузка Нет А расстроился С Александра расстроился Ну ладно Ладно шутка Значит он пишет дальше И которых не хочется отправить На уроки пения Очень нравятся тексты и вокал Как мужской Так и женский Так держать Спасибо большое А вот что вы будете делать Мне сейчас интересно Послушай-ка Вот мне сейчас интересно Вдруг ты Не вдруг А 16 числа Конкретно Репрезентация альбома Песни Здравствуй Там нет Я понимаю Ну вот допустим Захочешь ты спеть Песню Здравствуй Может придется Надю звать Мы споем ее И Надя будет обязательно Потом захочешь спеть Как эта песня называлась Кстати Еще раз напомню Нежели ни о чем Нежели ни о чем Тебе придется звать Обязательно Алену Они все будут Я имею в виду Звать Алену Они все будут Мы все придем Без нас никак Как же То есть получается Опять Опять у меня сейчас Получается следующий Какой-нибудь шаг У тебя так это обрастает 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 Но мы дополняем Это понятно Но просто мне любопытно Это было бы глянуть Лет через 5-7 Сколько вокруг этого Как он сказал Как ты сказал про себя Дрыщ да Сколько вокруг этого Дрыща будет вертеться Красивых девушек Которые еще и петь умеют Вот что интересно Ну я могу сказать Что у нас сегодняшний эфир Отличается от всех предыдущих И от последнего Тем что мы такие на позитиве Хотя альбом-то там Достаточно такой глубокий Для меня Но все на позитиве А то у нас прошлый эфир был Там все умерли А кто не умер Но сейчас хоть смех там И это очень радует Спасибо огромное Это здорово Что уже все Слава богу выздоровели Значит Никита Гусаров Пишет Стою на стоянке Слушаю нашу Жду начальника Плохое вещание Объехал всю стоянку Так и не нашел Самое лучшее место Даже сквозь шипение И кряхтение моего радио Понял что мне нравится группа Спасибо вам Что мое ожидание Не было скучным Сижу качаю вашу музыку Уж не знаю Где вы Никита В каком месте находитесь А город Ухта Ну там вероятно Действительно Какие-то могут быть Проблемы с точками Потому что передатчик Чем выше стоит на вышке Тем лучше Лучше качество звучания И приема Возможно вы нашли Какое-то место низинное Находитесь там Где ультракороткие волны Те самые FM волны Они не проходят Выйдьте оттуда Пожалуйста Чуть-чуть выше Поднимитесь Будет все в порядке 5,2,8,3 А что А что за тачка Народ спрашивает А что за тачка Кстати не первый раз Уже Не первые модели Хорошая машина Хорошая Заметная машина А кстати Вот давай так уж Действительно Автомобиль для тебя Это что? Я очень люблю Автомобили Я очень люблю Автомобили Определенной марки Какой? Порше Вот И могу сказать Что сейчас Все мои автомобили Это Порше Я очень доволен И сейчас Заказал себе Новый автомобиль Порше И жду его Долго его собирают Но я думаю Что еще один придет А сколько у тебя их уже? У меня их Два Один-один Все мои автомобили Порше Сидит Разводит А я вообще Очень люблю самолеты И Нет Яхты пока не очень Вот самолеты Боинг 777 Ребят Мой любимый самолет Летайте самолетами Аэрофлот Небольшая реклама 5283 Еще раз напомню Это короткий номер Для ваших смс К вопросу Впечатления и эмоции Все пожалуйста сюда И группы ВКонтакте Работают для вас так же И здесь Леша Спасибо дорогой Сделал вечер До встречи Пишет Галина Егорова Группа Плаксы На всякий случай Директор группы Плаксы Галя Человек такой Все поглощающий Вокруг себя Поэтому Когда она Где-то рядом Я понимаю Что Ей нравится То что происходит Она не смогла пройти мимо Спросив Тебе Галя Что-то с нами Значит Не прибедняйтесь Алексей Прекрасный эфир был В прошлый раз Пишет Анна Дмитриева Нет Анна Дмитриева Эфир-то был прекрасный Просто Эмоция была Именно такая Там Страдала-страданула Грусть-печаль Вот И действительно На самом деле Такой период был в жизни И у меня И у Тёмы Мама умерла Но я не хочу об этом говорить Потому что Сейчас мы на другой волне В общем Тогда было не очень Сейчас круто Молодец Оценка Это оценка Давайте так Мы сейчас ненадолго прервёмся Я скажу даже на сколько На 2 минуты 13 секунд После чего продолжим Живые Живой звук Живое общение А времени-то всё меньше И меньше остаётся К сожалению Оно прилетает очень быстро Когда в хорошей-то компании Его и не замечаешь Буквально две песни Нам ещё бы успеть Но нужно сказать Об очень важных людях Которые принимали участие В записи этого альбома И которых вы слышите Сегодня я имею в виду Звукоизвлечения этих людей Их инструменты Но их самих в студии нет Почему? И кто это? Было предложение сказать Что они играют по скайпу Вот На самом деле На саксофоне Саксофон записал Владимир Петрович Пресняков С удовольствием Он бы приехал сюда И хотел Вот если бы не режим В котором он пребывает В режимном городе Вот Да И поэтому он ложится рано спать Завтра у него день рождения Вот Поэтому звучит он в записи Он в плейбэке звучит Да Так же как и Виолончили И скрипичная группа Вот Всё Просто студия не располагает Там очень много инструментов Записано Не располагает Мы с Юлей долго об этом говорили Что мы можем В общем-то Всех привести Но Не такое бы звучание было Во-первых Во-вторых Дышать бы было нечем Когда здесь было бы 20 человек Давай-ка мы не будем сейчас Вот это передвигать Студия располагает Дышать бы нам было нечем Здесь собирались Собирались такие коллективы Знаешь ли Если ты помнишь Всё бы мы подзвучили Но просто тогда бы нам На самом деле Было бы нечем дышать Вот Народу было бы в 5 раз больше Да Мы бы теснились Да И не было бы возможности Махать руками Во время песен Двигать бедрами Девушкам важно же У микрофона Как-то чувствовать себя свободно Все бы сидели друг на друге Ну зачем это Нужно И именно вот Эти люди принимали участие И мы ему очень благодарны Я могу сказать Повару Владимиру Трощеву Преснякову Он был Когда он узнал На названии альбома О том что мы Начали запись Он был в Монако Он мне написал Сообщение о том Что он обидится Если Не сыграет в одной Или в двух песнях Или там Скольких я скажу Свою партию Вот То что он очень любит Наше творчество И моё творчество И меня очень любит И огромный ему привет Ай Народ пытается тебя здесь оскорбить Да пускай Заниженный таз наверное Ну в смысле машина Уазики эти Уфу Клады эти калины Которые занижают Да нет Порше у него Действительно Порше Он не ошибся Он не оговорился Да Порше Порше Красивая хорошая тачка Реально Алёша привет от поклонниц Татьяны и Любы Пробка садовая Ну вот это они Которые Вот это они Которые нас узнали Вот Я на самом деле думал Что знаете Как у меня на концертах Было раньше Скажу Он не был такого На вас с Хеллрейзером Когда мы там ездили Вот этот супертур Когда на сцену Летели там Трусы Лифчики Вот я думал Что сейчас В нашу машину полетит Но не полетела Не полетела Ну просто они их не носят Им нечего было Может быть Нынче модно Так знаешь Без всякого разного Лишнего найти Давай уже петь будем дальше Да Что это будет сейчас Эта песня Не надо Которая на прошлом альбоме Выходила под названием По скриптум Вот Тоже очень важная Для меня песня И Светлана Цуканова Прочтет Новый по скриптум Ко всему альбому В этой песне Ко всему альбому И к этой песне В частности Живой звук программы Живые Здесь сегодня Кэжуал Со своим новым альбомом 242 Грамма Грамма Поехали Домой Далеко Далеко В голове продолжается бой Ой, как нелегко Кровь из носа, холодный пот Кровь из носа, холодный пот И до пленния на нуле Я сегодняшний апперкот Буду видеть во сне Еще долго не надо Искать меня на ютюбе Меня здесь больше не будет Теперь не надо Искать меня на ютюбе На остальных интернет-контентах Меня тоже не будет Сквозь улыбку разбитых губ Не понять, тебе не понять Как хотелось остаться здесь Как хотелось тебя внять Снова кровь из кричащей души И давление на нуле Вот только больше не надо Молчи И не мучай меня во сне И не надо Искать меня на ютюбе Меня здесь Больше не будет Теперь не надо Искать меня на ютюбе На остальных интернет-контентах Меня тоже не будет Из головы накрывает меня одеяло осенью И я не вижу в далеком будущем мести нас И опять не усну В потолок буду пялиться до светла И писать тебе смс ровно одно в час Напишу, как скучаю Меня не смущает назойливость И не мучает то, что, мол, девочкам так нельзя Напишу, что тебе отдаю я свою молодость Но дыхание замирает Когда ты по мне, скользя своим взглядом Берешь мою руку и так тихонечко говоришь Что я лучшая, что у тебя есть Напишу тебе, что с рассвета и прямо до ночи От тебя только мысль И столько, что даже исчез Напишу, что люблю тебя Я это чувство лелею Все еще иногда у двери твои тапочки ставлю Ты диагноз, с тобой хронически я болею Напишу и тебе никогда, никогда, никогда не отправлю Не надо искать меня на Ютубе Меня здесь больше не будет Теперь не надо искать меня на Ютубе На основе их интернет-контентах Меня тоже не будет Теперь не надо искать меня на Ютубе Меня здесь больше не будет Не надо искать меня на Ютубе На основе их интернет-контентах Меня тоже не будет На основе их интернет-контентах Ах ты! На времени осталось полторы минуты для того, чтобы просто попрощаться на самом деле Больше мы ничего спеть не успеем Хотя мне кажется, что сегодня вы и так сделали огромное дело Вы показали большую часть песен с этого альбома Альбом 242 грамма Альбом акустический Группа Кажелл решилась на этот шаг И сделала все совершенно правильно Мне кажется Потому что даже группа Мордор приходила к нам сюда И показывала несколько песен в акустике Хотя Мордор никогда в жизни не играл акустику За все свои годы существования Специально для программы Живые они это сделали Остались с собой сильно довольны Решили, что возможно запишут даже акустический альбом Вы же на это пошли совершенно осознанно Мне нравится то, что весь твой коллектив Собственно все мужчины твоего коллектива И ты сам, и теперь уже и девушки Которые периодически подключаются к творчеству коллектива Кажелл Любите рисковать, любите искать Не останавливайтесь на одном и том же А постоянно движетесь вперед Ребята, всех вам благ, успехов Всего самого доброго Мои к вам отношения вы знаете Надеюсь на то, что это отношение мое передастся И нашей аудитории Спасибо большое за то, что были Завтра в живых группа «Моя дорогая» Вот такая удивительная группа из города Омска «Моя дорогая» А группе Кажелл огромное спасибо за то, что были сегодня За то, что премьеру альбома своего Первое исполнение Вы произвели здесь На нашем программе «Живые» И так будет всегда Дай тебе Бог здоровья И долгий-долгий привет Спасибо Всем пока До завтра Будьте здоровы Живые Живой звук Живое Это вы молодцы Мы даже вятки не умеем Это вы молодцы Наша музыка Наша Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok